Начало нулевых Известный режиссер Алексей Балабанов вместе с Сергеем Бодровым-младшим вынашивают идею фильма про инопланетянина Они оба любили серьезную фантастическую литературу вроде братьев Стругацких или Рея Брэдбери Но на написание сценария их вдохновил обычный телевизионный сюжет В нем рассказывалась история пожилой жительницы уральского города Кыштым Тамары Просвирниной приютившей настоящего гуманоида История такая Весной 1996 года в доме пенсионерки отключили воду Она отправилась с ведром на колодец И по дороге ее взгляд упал на нечто странное Маленькое тело с головой необычной формы Что или кого конкретно нашла женщина до сих пор не совсем ясно Но с той поры соседи часто наблюдали Как она прогуливается по двору И не одна По их словам Просвирнина носила на руках младенца Завернутого в пеленки На все вопросы она так и отвечала Это мой ребеночек Алешенька Принесла она в платке своем Завернутом Потом я с ним гуляла так вот по улице Я спрашиваю Ты где у нас что-то? В лесу Ну и что в лесу, в лесу Я говорю, покажи ты его Нет, нельзя Ты мне его украдешь Я вот решила Срежи руках-то Я посмотрю только Она мне голову открыла Как сказать Коричневое тело Никаких волосиков нету Ничего нету Тело такое И все Глазки Большие Выпущены сюда вперед Она такой орала на меня Я говорю Ты оттуда милиционер? Что вы везет там, Марка-то? Нет, это мой сын Это мой сын Все То есть вы думали, что это ребенок? Да Так может это ребенок и был? Да черт Всего 15-20 сантиметров Всего было Люди решили, что Тамара Носят на руках куклу Укутанную в обычные простыни Спустя примерно три недели Кто-то все же вызвал медиков В психдиспансере Просвирненной позже поставили диагноз Шизофрения Это легко объяснялось Сильными переживаниями за сына Который отбывал срок за кражу А вот сыночка Алешеньку В квартире не нашли Тем временем Многие мировые информагентства Сообщили об удивительной сенсации Якобы у русской женщины В Кыштыме Живет инопланетянин На Урал Прилетели японские журналисты Чтобы лично убедиться В правдивости этой истории Они даже обещали Сто тысяч долларов тому Кто отдаст им этого Алешеньку Однако маленький гуманоид С головой удивительной формы Исчез Позже станет ясно Что Алешенька Отправился в путешествие По России А помог ему в этом Квартирный вор Который забрался К Тамаре Просвирной Пока она находилась в больнице И единственное Что его привлекло В ее жилище Это маленькое существо Напоминавшее человека Позже Злоумышленник понял Что человечек Откопанный им В горе домашнего хлама Не дышит Дальнейшая логика Преступника Не поддается Объяснению Мужчина решил Не закапывать тело А подсушить на солнце А через некоторое время Грабитель попался На очередной краже Тело Алешеньки Он хотел отдать милиции В качестве взятки Но вор отправился в тюрьму А мумию конфисковали Милицейское начальство В версию о космическом пришельце Не поверило А вот следователь Владимир Бендлин Который вел дело Понял, что это его шанс Прославится И, может быть Заработать денег Ничего подобного Мне не приходилось Видеть никогда Он унес тело пришельца домой И положил его В холодильник Стоит ли описывать Реакцию жены Когда она увидела В морозильной камере Мумифицированное тело ребенка Да еще С непропорциональными Конечностями Несмотря на скандал Бендлин Не торопился Выбрасывать Уникальную находку И вскоре Ему на глаза Попалось Объявление В газете Организация Под загадочным названием Звездная академия Призывала всех Кто владеет Любой информацией О пришельцах Позвонить По указанным номерам Вот это удача Подумал Бендлин И на следующий день К нему приехали Очень представительные люди Они забрали Алешеньку И пообещали Милиционеру Что его имя Войдет в историю Исследования Внеземных цивилизаций След Алешеньки пропал На долгие Два десятилетия В 2016 году Журналисты Комсомольской правды Попытались Внедриться В Звездную академию Чтобы выяснить Судьбу гуманоида Но их быстро Вычислили Правда Глава Организации Галина Семенкова Все же Раскрыла Секрет Исчезновения Алешеньки Из ее рассказа Следует Что по дороге Из Кыштыма Их машина Заглохла Над ней Зависла Летающая Тарелка И слепящий Луч света Забрал Гуманоида На борт НЛО Он с Урала Не уехал Понимаете Его забрали Туда, куда надо На моем вопрос Хотел бы узнать Куда он Сейчас Вот еще Исчез Его забрали Его забрали Я же говорила А кто? Машину остановили Тарелка И забрали Отостановил Свет И забрал Все Он исчез Нет его? Нет, но мы же Сами понимаем Что это может Подействовать На кого-то Кто верит Ну вот видите Вы мне не верите Тем не менее Журналисты Комсомолки Продолжали Поиски Алешеньки И свидетелей Его исчезновения По одним данным Тело Закопали в Крыму Под одним Из самых Больших Радиотелескопов В мире По другой версии Кыштымского Карлика Повезли в Болгарию Чтобы показать Провидице Ванге Но Опоздали Она умерла В августе 96-го года Поэтому По слухам Гуманоида Закопали Недалеко От ее дома Как дань Уважения К ясновидящей Позже Уже В нулевых Алешенькой Из Кыштыма Заинтересовались Балабанов И Бодров Младший По словам Вдовы Алексея Октябриновича Надежды Они хотели Снять Реалистичное Кино Про странную Историю Без всякой Незамысловатой Компьютерной Графики И без пришельцев В виде Осьминогов Но когда Сергей Бодров Погиб Автор Фильмов Брат И Груз 200 Отказался От идеи Создания Фильма Про гуманоида Правда Сомнения В том Что Алешенька Пришелец Внеземной Цивилизации Возникли Еще 23 года Назад Первым Кто их Высказал Был Хирург Игорь Усков Когда Следователь Бендлин Попросил Его Дать Экспертное Заключение Он Пришел К выводу Что Алешенька Это Выкидыш Нестандартную Форму Черепа Он Объяснил Обычной Генетической Мутацией В медицине Такая Патология Называется Череп В виде Трилисника По мнению Врача Ускова Возраст Эмбриона Примерно 22 Недели Он Уже Имел Человеческий Скелет Но На таком Сроке Любовь Романова Была Убеждена Что Алешенька Явился К нам Из космоса В конце 50-х годов После аварии На химзаводе Маяк Она Видела Много Детей С мутациями Но Они Выглядели Иначе А у Алешеньки Шлемовидная Голова Огромные Глазницы Не было Ушных Раковин А также Теменных И Височных Костей Эмбрион Человека Выглядит Иначе Шлемовидная Голова Огромные Глазницы Ушных Раковин Не было Ни теменных Ни височных Костей Ни лоб Ну то есть Это Четыре кости Вот так С той С другой Стороны И как Гребень Огромные Глазницы Ну там же Подсохшая Кожица Была На плечиках Осталось Кое-где На грудной Клеточке А остальное Это все Присохло Конечно Было Очень интересно Можно было Взять Биопсийный Материал Не биопсийный А отопсийный И сделать Гистологию Но мы не имели Права Потому что У нас нет Постановления Направления Потому что Без этого Судебка никогда Не пойдет ни на что А куда только Бендлин не обращался И куда На нас знаете Вот такие глаза И что мы уже Немножко это Повернуты Ну а что Другие люди говорили Ваши коллеги Что это не Живое существо Просто какая-то Подделка Почему какая-то Подделка Это бывшее Живое существо Было когда-то Нам-то принесли Трупик его Запах конечно Я говорю Неспецифический Небиологический Я даже До сих пор Не могу объяснить Хотя столько лет Прошло Чей это запах Может какой-то Химии нету Не знаю Не могу объяснить А то что голова У него была Это на всю жизнь Запомнишь Вот эти шлемовидные Шлемовидные Глазницы огромные Конечно ротик У него запавший Такой был Он все Присохшее Неушных раковин Не было Ничего такого Даже наподобие Обычно Выкидыши Что у них бывает Роднички Там да Вот эти малые Большой родничок Помните Может анатомию Учили А это уже Закостеневшие Такие кости Были Которые Прямо Как панцирь Надо заметить Что техногенную Катастрофу На химическом Комбинате Маяк По ее Негативным Последствиям Ставят На третье Место После аварий В Чернобыле И на Фукусиме Тогда На маяке Взорвалась Емкость Для хранения Радиоактивных Отходов Ядовитое Облако Из-за Попутного Ветра Быстро Накрыло Кыштым Недавно Журналистам Комсомольской Правды Удалось Снова Поговорить С главой Той самой Звездной Академии Галиной Семенковой В этот раз Она со смехом Опровергла И свой Рассказ О летающей Тарелке И о перевозке Тела Алешеньки В Болгарию По ее Словам В 96 Году Она взяла С собой В Кыштым Знакомого Судмед Эксперта Он Должен был Сделать Все необходимые Лабораторные Анализы Чтобы Определить Земное Или Внеземное Происхождение Алешеньки Генетических Исследований Тогда еще Не делали Определяли Происхождение По Биологической Экспертизе По Антропометрическим Данным По группе Тканей Вердикт Специалиста Был Однозначным Это Человеческий Зародыш Для Звездной Академии Эмбрион Не представлял Никакого Интереса Галина Семенкова Уверяет Что Врач Утилизировал Эмбрион Как Ненужный Биоматериал Ну как Описать Ну вот Высушенное Тело Естественно Оно легкое Было Оно Помещалось Вот Вы Если Взять Этот Самый Вот Стакан Да Стакан Я сейчас Вспомнила Мы Фотографировали Его Ну чтобы Он стоял Мы поставили Его в стакан Он в стаканчике Стоял Чуть побольше Стаканчика Был Вот такой Маленький Там были Со мной Спецслужбы Вот Они И Для Лешки Я Это Медленно Сказала 20 лет назад Что уже потом Когда приехали Концы Когда он Увезел Что деньги Запахли Вот и началось Этого А в принципе Это Ну в смысле А спецслужбы Какие Как они Как они Ужнали Спецслужбы Которые взяли С меня Расписку О неразглашение Ты меня понимаешь А зачем Расписку Если Ну там Это всего лишь Был выкидыш Смысл Убрать Соскар Расписку Не знаю Не знаю Может быть Чтобы их имена Не разглашала Или еще что-то Не знаю Есть такие прецеденты Находили подобных Там где-то По-моему В Перу Или где-то Там тоже Ну в газетах Там где-то Я видела Вот И когда Почему Японец Интересовался Я сейчас Не помню Фамилию Японец Который Занимается Ну в общем Он создает Ну типа Парк Южского Периода Но Зачем Семенкова Солгала В первый Раз Этот вопрос Как и многие Другие Остается Открытым Да и Можно ли Вообще Доверять Представителям Этой Звездной Академии Это ведь На самом Деле Обыкновенная Секта Которая Как выяснили Журналисты Комсомольской Правды Искалечила Жизни Многих Людей Попавших В ее Цепкие Объятия И еще Один вопрос Почему Милиционер Бендлин Не запросил Информацию По стоящим На учете Беременным А позвонил В звездную Академию Возможно Ответ Появится Еще через Какое-то Время Но сейчас Только Гипсовый Памятник На окраине Кыштыма Напоминал О пребывании Алешеньки В этом городе И еще Судьба Алешеньки Все-таки Послужила Идеей Для художественного Фильма Он Называется Внеземной С Юрием Степановым В главной Роли Смотри Ты видишь Мам Пап Ты видел Мам Пойдем Посмотрим А что Сынок Как на что На тарелку Вовка Нет никаких Тарелок Это просто Звезда Упала Пойдем Посмотрим На звезду Она уже сгорела До земли Не долетела И сгорела В нашей атмосфере Все сгорает